Здравствуйте! Здравствуйте! Вот я нахожусь в Парселоне в культуральной площади на плавку для каталогии. Сейчас я только что сдала экзамен. Я училась здесь на курсе на ресурсионистов. И считаю, что скоро у меня будет работа на ресурсе. Смотрите, какая красота! Вот это замечательные такие красивые фонтаны. Знаменитые статуи тут. Вот она такая красивая. Это Лапласка, это Каталония. Я всегда, когда сюда приезжаю, всегда гуляю здесь. Потому что здесь очень-то красиво оформлено. Вот это впереди дом. Он так закрыт, потому что там производится ремонт. И вот так красиво фасад закрыли, чтобы не портить вид. А вот это тут такой фигник. Такая красота. Ой, такие капельки прямо брызгают. Как приятно освежающе. Такой быстро пробегу. Ой, капли, капли. Лицо прямо брызгует. Вот как раз мне здесь очень нравится. Как здесь красиво. Сегодня замечательная погода. Очень тепло. Уже большое количество туристов гуляет. Вот она такая Лапласка, Каталония. Вот она такая Лапласка, Каталония. Леша, скажи что-нибудь. Я на самом деле доволен, что мы в Барселоне, но я немножко от нее устал, потому что я бываю здесь на автобусе каждый день. Вот видишь, какое ты имеешь счастье, и ты не понимаешь, что ты имеешь. Дамы и господа, если вы хотите знать что-то про историю по площади Каталонии. В старые времена, до того, как площадь Каталонии не стало, какой она есть сейчас на самом деле, весь транспорт, который приходит в Барселону, по Анкорту, приходил в поле. И эта площадь в 1039 году была полностью поднята кверху, и построена снизу огромная железнодорожная станция, которая сейчас является центральной станцией Барселоны, в центре города, в Лас-Каталонии. Но в 1991 году Барселона вернулась опять к наземному транспорту. Это трамвай, называется «Трамп». Но они проходят только по центральным улицам Барселоны, такие как «Аренина Диагональ», и начинаются они с центральной станции Бадалона. Но всем, если кто приезжает в Барселону, хотите посмотреть Барселону, не слушая русских гидов из фирмы «Натали Турс», то, пожалуйста, садитесь на экскурсионные автобусы, которые называются «Сиди Тур Панорамик Буз». «Спасибо». «Лёша, так ты здорово что-то знаешь. Я даже такого не знала. Вот такой Лёша у нас. Он давно живёт в Испании. Он всё знает. Я, между прочим, бывший официальный гид, только просто уже не хочу этим заниматься. Вот так. Вот они такие автобусы голубенькие, можно на них совершить экскурсию. И можешь не вырезать по поводу «Натали Турса». Я не собиралась вырезать. Это антиреклама господину Бласову. Пусть меня слышит, если услышит в Ютубе. Красавчик. Подожди, а то нас сейчас тут задавят, и никто ничего не услышит. Пошли, вроде никого нет. Также вот перед вами находится один из сетей знаменитых магазинов «Элькорт Инглес», который переводится «Английский двор». Здесь предоставляется скидка русским туристам. Также здесь вы на площади Каталунии можете зайти в информационное бюро и получить информацию и карту Барселоны. Перед вами улица Пасео де Грасси. Если вы помните, то во Франции есть улица, которая называется в Париже Шан-Зелизе. Это барселонское Шан-Зелизе. Но для тех туристов, у которых не менее 1000 евро в кармане на проведение дня. Потому что там находятся самые дорогие магазины города Барселоны. И также на этой улице находится квартал «Дискордия». Это один из кварталов знаменитого архитектора Антонио Гауди. И также находится дом «Ла Педрера», в которой балконы выражают волны Средиземноморья. Поехали мы домой. Экзамены я сдала. По Барселоне погуляла. Теперь мы направляемся домой. Вот какая красивая Барселона. Впереди мы видим памятник. Леша, это что за памятник впереди? Это Анна называется. Это кому посвященный памятник? Да я уже не помню. Ну там вот какие-то вроде эти солдаты. Может, в гражданской войне? Нет? Да, да, да. В гражданской войне тут в 1939 году. В 1939 году гражданская война была. Деревья уже все подзеленели. Красота. Они называются платаны. На зиму у них обрезаются эти веточки, они голые стоят. Сейчас вот как быстро подзеленели. А вот это вот стадион, да? Где раньше проходили эти? Карина. Карина. Сейчас запрещено. Ну и там. Они использованы для церкви, для музыкальных представлений. А, для музыкальных представлений. Ну вот мы выезжаем из центра Барселоны. И выезжаем на магистраль, да? Или как называется? Да. Ну ладно. На автостраду. На автостраду. Ну, до свидания. Кому нравится, ставьте мне лайки, подписывайтесь на моё видео. Я очень жду и очень надеюсь. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok